Здарова тебе мой дорогой друг, и сегодня я тебе покажу еще одну интересную идею отопления палатки в походе из железных баночек. Сейчас покажу. Вот такая вот баночка нужна, и вот такая вот покрупнее. В моем случае это такая большая детская питания. Здоровая. Ну, можешь использовать какую угодно. Затем нужно чем-то топить эту баночку. Я решил взять кардинальное решение. Это пробки. Пробки и парафин или воск. Сейчас покажу, что нужно сделать. Собираем. Итак, нужно плотненько все насобирать вовнутрь. Так, главное, все это так вот получилось. Зажать плотно. Супер. Идеально. Замечательно. Все. Итак, по факту заготовка есть, этот пенечек не нужен. Берем парафин, берем нагревательный прибор, в моем случае это фен. И надо немножечко залить. Итак, у нас получилась вот такая вот штукенция. Затем в этой банке большой нам надо просверлить отверстие вот здесь, снизу по кругу. И вот здесь несколько штук на выходе. Итак, отверстия готовы, здесь готовы, по бокам готовы. Зашкуривать я сейчас не стал, чисто на скорую руку, даже вот с такими страшными краями, все это уберется. Итак, что нужно для отопления? Отопление. Естественно, нужны притяжные отверстия, затяжные, да, для кислорода, чтобы горело. И выхлоп. Зажжем, пожалуй. Оно вот так вот подзастыло. Прям неплохо. Последняя спичка. Звучит как приговор. Итак, даем разгореться. Непосредственно парафин уже занялся. Мило потрескивает. В чем суть? Нужно, чтобы свеча была такая, которая не будет сильно гореть. То есть она будет слегка гореть в маленькой баночке в этой. Потихоньку тарахтеть. Мы же берем, накрываем. А, теплый воздух уже есть, который выходит из этой банки. Со временем банка будет нагреваться. Еще раз. Со временем банка будет нагреваться. Да, что говорить, она уже теплая на самом деле здесь вверху. И отдавать тепло. В дальнейшем, естественно, можно модернизировать, сделать более крупное отверстие. Вот она чадить начала. И на нем можно вготовить пищу. И немного греться. Вверх уже горячий на самом деле. Вот так вот.